Уважаемые коллеги, я хочу сразу предупредить, что тема аутизм, который я освещу именно для педиатров, я подчёркиваю, что я не невролог, не психиатр, но я как человек увлечённый, мне очень интересно донести всё то, что меня взволновало как педиатра, потому что я понимаю, что мы не имеем права ставить диагноз, но мы должны, педиатры, первые увидеть эту проблему, потому что мама не видит, мама иногда радуется, что ребёночек перекладывает из одной корзины в другую только красные шарики, ой, какой он умный, он уже цвета различает, о том, что это стереотипия, она не понимает. А поскольку до пяти лет очень мало времени, говорят о том, что после пяти лет ребёнок плохо обучаемый, поэтому очень важно заметить первые проявления аутизма именно очень рано. В этом году мне посчастливилось, я была в Японии в июле месяце, мы делали, представляли нашу национальную программу по витамину Д, и выступала израильтянка, которой её доклад меня потряс. Она рассказывала о самых первых проявлениях аутизма, поэтому я как раз фрагменты из её доклада тоже вам сегодня покажу. Поэтому я специально не претендую на то, что я психиатр, я вот хочу немножечко вам рассказать. То есть по сути это заболевание или расстройство, для которого характерна самоизоляция, то есть ребёнок живёт в своём мире, отвержение общения, иногда говорят, ребёнок колючий, не разрешает до себя дотрагиваться. Все думают, что это его особенность характера, а это тоже первые признаки аутизма. Он не способен к контактам с окружающими, но есть определённые у него комплексы. На самом деле существует целый ряд расстройств, которые объединяют понятием расстройства аутистического спектра. Ну и главным как раз дефицитами у детей с расстройствами аутистического спектра является как раз навыки разделённого внимания и взаимодействия в общении. Поэтому по сути аутизм – это гетерогенная группа заболеваний, которые называют рас часто. Для них характерны несколько основных симптомов, то есть нарушение социализации, нарушение речи, нередко очень поздно начинают говорить, ну и стереотипия поведения, очень узкий круг интересов. Ну, на самом деле, вот я вам здесь демонстрирую специально целый ряд книг, которые вы можете найти по этой проблеме, которые сейчас вышли и приведены на русский язык. После меня будет выступать Екатерина Мень, которая представляет собой родительскую ассоциацию аутистов. Поэтому вы с ней познакомитесь, и она расскажет из первых рус, потому что нередко пациенты ищут сочувствия, помощи от окружающих. А как раз вы знаете, что родители нередко являются самыми просвещенными в этой проблеме. И Екатерина в течение многих лет проводит в апреле месяце целые конгрессы. И, собственно, мы у неё взяли вот эту идею провести целиакию для родителей и детей одновременно. Всё это будет, скорее всего, в отеле «Милан». Мы сделаем, будут игровые комнаты, где будут дети общаться, будут специальные комнаты, где будет, может быть, кулинарное шоу, где дети будут готовить еду без глютена. То есть целый ряд мероприятий задуман у нас в течение, чтобы были заняты и родители, и дети, и приехали врачи, которые занимаются этой проблемой. Поэтому существует целый ряд расстройств, для которых характерно именно нарушение социализации и стереотипии. Вообще первый описал такую особенность поведения Эйген Блейзер. Блейлер, который в 1911 году обозначил аутизм от греческого «аутосам» или самоизолирование, как крайняя степень вывода себя и структуры общественной жизни. А уже первым описал аутизм Лео Карнер в 1943 году. Ну вот в его статье он описывал аутистические нарушения аффективного контакта. Он выглядит при ребёнку, он выглядит самодовольным. Он не показывает привязанность во время ласки. Он не реагирует на тот факт, что кто-то приходит или кто-то уходит. Он не рад видеться отца или мать. И любого приятеля он кажется втянутым в свою скорлупу или живущим внутри себя. Ну вот, уважаемые коллеги, ещё раз хотелось обратить внимание, что аутизм – это не приговор. И известно, что два нобелевских лауреата являются аутистами. Аутистами страдали Альберт Эйнштейн, Николай Гумилёв, Валерий Брюсов, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев. То есть это люди, которые оставили яркий след. Поэтому как можно больше надо стремиться к тому, чтобы их надо развивать. Хикари Оуэ – это японский композитор, сын известного писателя, который страдает множеством болезней, почти лишён способности говорить, выражает свои чувства в музыке. Жиль Тархиин – французский художник, создатель вымышленного города Уэрвилля. Аутизма поставили 8 лет. Дона Уильямс – художница, автор бестеллеров. Она написала книгу «Никто и ниоткуда. Необычная автобиография девочки-аутиста». Вернон Смит – профессор экономики и права, автор 200 статей, обладатель награды достижений в экономической науке. Это несмотря на врождённый синдром Аспергера. Кристофер Тейлор – свободно владеет датским, голландским, финским, французским, немецким, другими языками, но выйти из дома не может. Темпл Граден – доктор философии, профессор, писательница, автор книги «Перевод с языка животных». Она, в общем-то, самая известная после кима-пика аутистка в мире. Билл Гейтс – крупнейший акционер компании «Майкрософт». Вирджини Вульф – писательница, работала над своим произведением стоя. Обратите внимание, какое количество президентов США тоже были аутистами. Эндрю Джексон – седьмой президент Соединённых Штатов. Далее Авран Линкольн тоже был аутистом, шестнадцатый президент. Заменитый актёр во многом многие из нас узнали об аутизме из фильма «Человек дождя» Вуди Аллен, который актёр и кинорежиссёр. Винсент Фан Гог, ну а странный стих вовсе помнят, эксцентричный, но одарённый художник. Джеймс Гарфит, он был двадцатый президент Соединённых Штатов Америки. Его отличало тем, что он мог одновременно писать правой рукой по латыни, а левой по древнегреческому языке. Леонардо да Винчи, ну его стремление, помните, к совершенству с того навязчивой идеи, говорят о том, что двенадцать лет он писал «Губы Мона Лизы». Сатоши Тадзири, создатель Пекимона. Ричард Оора, азиастичный художник из Шотландии. Ему диагноз поставили в три года, говорить он учился только в одиннадцать, рисовать в шесть. То есть любимая техника его была восковые карандаши. Тони де Блойс, американский слепой музыкант, знает на память восемь тысяч песен. Джонатан Лермон, художник-аутист из США, перестал говорить в два года, айки у него всего 53, но тем не менее с десяти лет начал рисовать углём гениальные портреты. Лесли Млемке, музыкант, родился с глукомой, с повреждением мозга, удалили глаза, мать от него отказалась, усыновила его медицинская сестра. Обратили внимание, что в раннем возрасте он полностью запоминал все разговоры, ну а дальше он сочиняет музыку. Поэтому очень важно обратить внимание на этих детей, и если вовремя найти к нему ключики, социализировать, то в общем-то по данным Института коррекционной педагогики, при современной и правильно коррекционной работе 60% аутичных детей получают возможность учиться по программе массовой школы, 30% по программе специальной школы, ну и 10% адаптируются в условиях семьи. Ну а если коррекция не проводится, 75% вообще не адаптируются, спасибо, 23% адаптируются относительно, нуждаются в специальной опеке, ну и лишь 2-3% достигают социальной адаптации. Поэтому, ну вот данные, которые я вам покажу эпидемиологические, коллеги, они, конечно, абсолютно разные. От того момента, что вообще не уделяется в некоторых странах этой проблеме, и, к сожалению, мы пока находимся именно в этом, как раз участвуем именно в этой проценте, потому что у нас, вы увидите, очень низкий процент этих детей. Поэтому считается, что достаточно высокая наследуемость, поэтому если в семье есть аутисты, то вероятность, в общем-то, существенно выше. Считается, что более чем в 5 раз чаще страдают мальчики, нежели девочки. Ну и вот, коллеги, цифры, которые, обратите внимание, с 95-го года в начале, вы видите, 1 на 5 тысяч, да, сегодня 17-й год, 1 на 50, но вот то, что я взяла из доклада израильтянки, посмотрите, Ирландия уже каждый 65-й, Швейцария каждый 70-й, Бельгия 150-й, Нидерланды каждый 200-й, Германия каждый 250-й, в Польше каждый трехтысячный. Посмотрите, это данные по Китаю, то есть уже 10 миллионов людей страдают именно аутизмом в Китае. Ну и вот последнее, самое такое частое, я находила раньше, что цифры в Южной Корее, это каждый 38-й, но из уст вот этой англичан, израильтянки, она сказала о том, что на сегодняшний день каждый 27-й житель Гонконга, он как раз аутист. То есть насколько подбирается, посмотрите, здесь данные по США, тоже резкий взлет вверх, да, поэтому вот эти цифры, которые звучали из её доклада, Япония каждый 55-й, посмотрите, коллеги, всё подбирается к таким странам, которые технократичны. И на сегодняшний день все педиатры обратили внимание на то, что наши дети перестали рано говорить. Ну вот у меня два сына, когда мои мальчики родились, то в те годы каждая девочка, как правило, начинала говорить, в год и три месяца. Я помню, как я страдала, когда мои мальчики начали говорить не в год и шесть, как обычные мальчики, а в год и восемь. Ну правда, в два года они читали стихи, и всё было нормально. На сегодняшний день чётко видно, что уже к двум с половиной годам вот эта планка начала речи, она поднялась в целом, вот и очень большое количество детей начинают поздно говорить. Ну вот мне, как педиатру с большим стажем, на мой взгляд, и, собственно, из уст вот этой израильтянки, я тоже эту идею услышала о том, что всё-таки одна, наверное, из причин – это огромное количество раздражителей, слуховых, звуковых, потому что никогда не было такого количества игрушек, которые пищают, которые всё это движение, звуковые. Огромные телевизоры в доме, ребёнок всё равно в течение дня он его смотрит. То есть вот это опять раздражение. Вспоминайте игрушки во времена Советского Союза, ну, по гремушке с одним звуком. Потом мамы перестали читать книги. Они сразу, ну и дети не хотят, это же так легко, получаете информацию, ну, мой iPad, орёт он, на тебе, пожалуйста. Они очень быстро начинают этим пользоваться. Поэтому совершенно другое мышление идёт, развитие, потому что когда мама тебе вначале показала всех персонажей, потом она начала читать книжку, пусть сегодня он пять минут послушал, завтра ту же самую, десять, но у него идёт развитие мозга, он понимает всё это, как это движется, как этот петушок укорекал, да, или как это колобочек катился и так далее. А когда всё это даёт готовый поток информации, в принципе, не надо сильно об этом думать. Поэтому вот вы видите, как растёт аутизм в США. Ну и последнее. Теперь, коллеги, смотрите. В России в 2015 году зарегистрировано 18 тысяч детей. На нашу огромную родину это очень мало. Значит, в 2016 году 22 тысячи в среднем, то есть 1 на 1000 детей. Поэтому мы видим с вами, вот как по очень многим болезням, наша статистика совершенно отстаёт, да, и мы видим, что если на Западе этим всем начинают заниматься, значит, либо мы, в общем-то, не диагностируем, либо это к нам придёт обязательно. Но вот как мы 10 лет назад начали вам говорить про гастроэнтестинальную аллергию, сегодня вы все в это поверили, хотя много лет никто в это не верил, что её так много. Поэтому на сегодняшний день мы с вами видим, что, в принципе, отсутствие диагностики, да, ну и вот по данным, вы видите, в настоящее время по данным скрининга распространённость 4-19 на 10 тысяч детей. То есть всего 0,04%. То есть явно диагностика у нас хромает. Почему, собственно, и родилась идея начать эту проблему озвучивать из педиатров, чтобы они обращали внимание на первые ранние признаки. Ну и вот, коллеги, то, что я нашла в одной из статей. Честно говоря, вот ссылку не сделала, но это я не придумала сама. Число людей, страдающих аутизмом, растёт. Как показывает статистика, в 16-й год их стало в 10 раз больше, чем было 10 лет назад. По прогнозам учёных, к 20-му году будет страдать каждый 30-й житель, да, а ещё через 5 лет каждый второй. Вот это, конечно, возрастает. И никто не хочет, чтобы такие дети появились в его семье. Поэтому разные теории существуют на этот счёт. И вот та идея, которую принесли наши коллеги, и они подтверждают. Коллеги, мы-то уж с вами про целяки, не думали, что её так много, правда? А на сегодняшний день они приходят на приём, но чуть ли не каждый день. Вот я буквально вчера в частном центре смотрела ребёнка, которого привезли из Таджикистана. Девочка 11 лет. Рост у неё 5-летнего ребёнка. Но я так давно такой целяки просто не видела. Она вся бледная, у неё огромный живот. Коллеги, ну это ж позор, чтобы в республике Таджикистан не нашлось ни одного врача, который до 11 лет не поставил диагноз. Антитела к тканевой трансгутаминазе, ну, зашкаливает всё. К диамидированным пептидам там цифры просто фантастические. То есть целяки настолько запущенные, да? А ведь простейшая диета – убери хлеб, и будешь ты здоров. Поэтому совершенно очень важно. Я подумала, думаю, но слава богу, у нас всё-таки большинство врачей поставили бы раньше диагноз. Но, коллеги, вот буквально сегодня утром, смотрев ещё одного ребёнка, я увидела о том, что не заказано в лаборатории антитела к тканевой трансгутаминазе. А антитела к глиодину и диамидированным пептидам, которые не являются диагностически значим, были заказаны. Поэтому, опять же, мы не достучались до сердец педиатров и не научили, что антитела к тканевой трансгутаминазе являются самыми важными. Потому что я тоже смотрела ребёнка, который маловесный, который в 11 лет, да, весит в 10-летнем возрасте, но у него вес там меньше, чем 3-го процентиля. Уважаемые коллеги, поэтому, по сути, аутизм – это гетерогенная группа заболеваний, которым вот характерны основные общие черты. Это нарушение социализации, нарушение речи, коммуникации и, конечно, стереотипии поведения. На самом деле, общепризнанной концепции нет, существуют только гипотезы. Ну и, по сути, этиология до конца неизвестна, она гетерогенна. Ну вот, когда обсуждают факторы риска со стороны окружающей среды, генетический фактор, ну, целый ряд генетических мутаций, поэтому первый наш друг из овечек – это генетик, который мы должны направить этого ребёнка. Что касается факторов окружающей среды, ну, в общем-то, конечно, приём матерью некоторых препаратов, ну, к счастью, это ледомид уже никто сейчас не использует, вольпроевая кислота, которую используют некоторые мамы во время беременности. Ну, а дальше всегда мы с вами обвиняем акушерские проблемы, и на сегодняшний день, вы знаете, отчасти рост аутизма связана вот с этим бесконтрольным ростом кесарево сечения, потому что в Бразилии дошли до того, чтобы не растягивать влагалище женщинам, уже каждые 80-е рождаются путём кесарево сечения. Поэтому понятно, что это дикость, которая приведёт вот к этим остальным последствиям. Поэтому, ну вот, есть некие особенности между строением даже головного мозга, поэтому у ребёнка с аутизма, то есть считается, что у него есть нарушение связи между зрительной корой и миндалиной, нарушается эмоциональная реакция ребёнка. На сегодняшний день, вы знаете, что вот это отрабатывается идея взаимодействия между кишкой и головным мозгом, и посредником между этим взаимодействием является как раз миндалина. Поэтому, к счастью, у толерингологи перестали всё вырезать, да, а стали хотя бы подрезать. Поэтому хотя бы это очень важный момент. То есть опять сигналы из миндалина возбуждают автономную нервную систему, даже повлияя на частоту сердечного сокращения. Ну, ребёнок начинает избегать взгляда собеседника, чтобы ослабить своё беспокойство. Поэтому, уважаемые коллеги, вот вы видите, что целый ряд неоднородностей, многофакторностей расстройства аутизмического спектра в ряде случаев это могут быть содроги, может быть, эпилепсия, нарушение умственного развития, иммунные дисфункции. Но, правда, как правило, они обусловлены за счёт дефицита цинка. Поскольку есть одна из теорий, чуть позже я её покажу, о том, что у этих пациентов есть дефектный ген, который контролирует уровень цинка в крови, на уровне кишки, стало быть, в результате дефицита цинка начинают не только всасывать соли тяжёлых металлов, потому что такая теория тоже есть, инкорпорация тяжёлых металлов, но о цинк, дефицит цинка, известно, поскольку цинк, он влияет на иммунитет. У этих пациентов масса гастроэнтестинальных расстройств. Вы знаете, что ввиду опять дефицита цинка у них нередко бывает кандидозное поражение слизистых, особенно языка и пищевода. У этих частых посетителей, у гастроэнтеролога этот пациент, потому что у них хронические запоры, хотя причина этих хронических запоров, она опять же многофакторная, часть детей просто не понимает, чего от него хотят, всего того, что у него есть нарушение умственного развития. Некоторые пациенты становятся агрессивными, гиперактивными, и опять их надо поискать среди пациентов с гиперактивностью, с дефицитом внимания. Они могут, многие становятся тревожные, они требуют консультации с аммлологом, потому что они плохо спят, у них может быть большая голова, могут быть метаболические нарушения. Описывают сочетанные патологии, например, аутизм и эпилепсия, поэтому, естественно, ребёнка с эпилепсией надо обследовать в этом плане. Аутизм и тревожные расстройства, аутизм и нарушение питания, аутизм и туберозный склероз. Ну и существует масса поисков решения этой проблемы на уровне медицинской генетики, нутрициологии, гастроэнтерологии, психиатрии, психологии, иммунологии и аллергологии. В настоящее время блеснецовые исследования установили доминирующую генетическую основу аутизма и указывают на то, что наследуемость составляет около 90%. А вот чисто генетические причины выявлены тоже у каждого пятого-четвёртого пациента. Поэтому очень важно генетическое консультирование. И нужно у нас на сегодняшний день замечательный генетический центр Москворечья «Дом-1». На сегодняшний день они проводят массы генетических исследований, поэтому записать туда надо пациента через колл-центр. Ну вот обычно, всегда нас так учили, что первые симптомы начинают проявляться с полуторалетнего возраста. И вы знаете, что в последние годы проскочившие данные о том, что есть некая связь между вакцинацией против кори, хотя это абсолютно не доказано, это потребовало, начались отказы от вакцинации кори. Вы знаете, что в настоящее время 37 пациентов в Европе умерло от кори. Коллеги, напоминаю, следите за нашим сайтом. В марте месяце мы проводим большой семинар по кори. К нам приезжает профессор Ловечио из Италии. Поскольку у них сейчас Италия горит от кори, мы будем обсуждать клинические варианты кори. У детей это в марте месяце. Ну и те, кто не смотрит, прийти не сможет, обязательно через неделю всё будет выложено на сайт, если вы на него подписаны. Поэтому вот в настоящее время появляется всё больше и больше данных о том, что первые проявления аутизма можно уже заметить именно очень рано. Обычно это третий, четвёртый месяц после рождения. Поэтому очень важно для этого это понимать, что если мы вовремя что-то замедим, то, может быть, мы с вами что-то предпримем. И вы знаете, что часть детей абсолютно выскакивает, становится здоровее. Поэтому, ну вот, обратите внимание, это как раз из доклада этой израильтянки, о том, что самое частое – это отсутствие зрительного контакта. Поэтому мама вроде бы говорит о том, что он не видит. И она первая в три месяца, обратив внимание, что он не смотрит на неё, она бежит к офтальмологу, офтальмолог говорит, что он зрячий, да, ребёнок. Поэтому обратите внимание именно на этот симптом. Дальше отсутствие реакции на голос или на присутствие человека. Он тоже заставляет прибежать к педиатру и сказать, а не глухой ли мой ребёнок. Потому что дальше просматривается, что ребёнок прошёл аудиологический скрининг, но тем не менее он не слышит, а он не слушает. То есть он не смотрит и он не слушает. Вот эти два симптома являются очень важными. Дальше чрезмерная пассивность можно обнаружить, задержка моторного развития. Дальше чрезмерная активность, наоборот. Отказ от еды. Но, как правило, отказ от еды появляется в более позднем возрасте, хотя можно обнаружить и у малышей. Ускоренный рост головы. У некоторых неприятие прикосновения. Но всегда начинают придумывать. У нас папа такой недотрога, да, то есть он тоже не любит, что до него кто-то дотрагивался. Это такая особенность психологическая и так далее. Поэтому если вы посмотрите на всю эту симптоматику, да, они могут сочетаться у одного ребёнка. Если мы посмотрим на клинику первые три месяца, то исчезает готовность к прислушиванию, фиксации взгляда, тенденция к принятию эмбриональной позы, общее беспокойство, повышенную чувствительность, вескомфорту, звуком света, гиперэстезия к тактильному контакту, прерывистый стон, затруднённое засыпание, лучше спит в кроватке, коляски, не любит на руках, да, затяжной сон в дневное время, прерывистый сон в ночной, искажение пищевого инстинкта, укороченный промежутком между кормлениями, отказ от кормления привычной пищи, ранний отказ от грудного вскармливания. Три-четыре месяца, отсутствие слежения глазами, зачарованный взгляд, или взгляд в никуда, или лицо принца. Ну, честно говоря, не знаю, как выглядит этот принц, хотел даже картинку найти, но не нашла. При попытках приласкать ребёнка, зажмуривание, отстранение, нерезкие, это 4-6 месяцев, нерезкие, одновременные движения головки с плечевым поясом, то есть маятникообразные движения. Но когда так делает ребёнок из дома ребёнка, ну, вы видели, да, то есть это массовый, да, извините, как психоз, то есть они все начинают от нечего делать, копируют, и тогда все это делают кораблик. Когда я училась в институте, я помню, привели нас в этот, в дом ребёнка, и мы видели, что это просто, они всё это делали. То есть это они делают просто в плане подражания. А здесь его никто не учил, он делает это сам. Попытки зарывания головой в пелёнку, подтягивания ног к животу, вытягивания. В трёх, вот интересно, коллеги, вы видели, когда они пальчиками вот так крутят? Я видела, я, кстати, вот до этого момента не понимала, отчего это. Поэтому на сегодняшний день я, правда, отправила тогда к неврологу, обратив внимание на вот эти пальчики. Поэтому смотрите, в трёх крайних пальцах рук волнообразные движения. Они начинают сгибать три пальца кистей без большого и указательного пальца. И точно так же они начинают сгибать крайние пальцы стоп. То есть на сегодняшний день вы поймёте о том, что это тоже симптом, на который надо обратить внимание. Пять-шесть месяцев. Начинают подтягивать кисти рук к лицу, двигают пальцем перед глазами, следит сам за ними, отводит взгляд от матери, не следит за погремушками. Движения однообразно повторяются. Семь-восемь месяцев. Становление навыка сиденья. Освобождается движение рук. Стереотипные взмахи руками. Появляются редкие движения к игрушкам. Эмоции с чертами монотонности. Задержка становления речи. То есть нет первых слогов, низкий горловой крик, нет плача, трудности при корме, отставание в росте. Восемь-девять месяцев. Спад активности. Повышенная вялость. Гипотония. Беспокойство. Плач ночью без провокации. Клиника десять-двенадцать месяцев. Формирование навыка ползания. Попытки гуления. В основном гулит сам с собой. Тринадцать-пятнадцать месяцев. Начинается навление ходьбы с опорой на полную стопу. Но, в общем-то, ходит тенденция на цыпочках. Инверсия навыка ползания и ходьбы. Происходит дальше стремление к лазанию. Прыжки. Монотонная ходьба вперед-назад. Ну, один-полтора года. Элементарные моторные акты. Постукивает одному-двумя пальцами по руке. Трудно удерживает предметы в руке. Непостоянство тонусов конечностей. Интерес к предметам обихода. Автоматическое подражение действиям без осмысления. Импрессивная речь формируется раньше. Ну, а дальше эхололей. То есть всё повторяет. То есть это как эхо. Ну, и дальше углубление черты от решённости. Ребёнок замолкает. Нет реакции на зов. Отвергает тактильный контакт с родными. Дальше развитие речи останавливается. Проблемы засыпания. Инверсия сна. Перестаёт жевать. Кормление жидкой пищей. То есть начинает вот этот регресс. Исчезают навыки опрятности. Высокая подвижность и возбудимость. Ну, вы видите, описывают, что ребёнок может вырывать у себя волосы, клочья. Может сильно стучать головой. Отвёрдую поверхность. Да, царапать, отдирать кожу. Может кусать себя. Но вот это стремление к аутоагрессии требует дифференциального диагноза. Ещё с синдромом Ретта. Поэтому здесь первые такие явные варианты. Не смотрит в глаза, не интересуется детьми, не любит прикосновений, чувствительны к некоторым звукам, выстраивает предметы в линейку, нет речи, не может сказать, чего хочет. Часто истерики, гиперактивен, наоборот, пассивен. Ну и, в общем-то, не создаёт, не осознаёт опасных ситуаций. Ну вот, вы видите, что большинство симптомов появляется постепенно. Приблизительно у половины детей выявляется задержка интеллектуального развития, у четверти появляются судорожные приступы. Ну а дальше, в общем-то, участие пациентов может быть при соответствующей коррекции, в общем-то, может быть полный регресс. Поэтому, ну вот здесь вот интересные рисунки, когда пробовали смотреть, как, в общем-то, ребёнок двигается. И вот с типичным развитием он рядышком находится с матерью, да, всё время. То есть он всё время движется и рядышком мать. А ребёнок, который нетипичное развитие, он не возвращается к матери, то есть он от неё не зависит. Ну вот здесь вот я нашла рисунки аутистов, которые они рисуют. Да, но вы видите, очень много деталей вот для многих рисунков характерно. Но, тем не менее, они все разные. Поэтому ребёнок может дома не замечать родителей. То есть, правда, он иногда замечает их только тогда, когда требует для удовлетворения своих потребностей. Тогда он может кричать. Ну и в настоящее время обсуждаются разные факторы риска. Это прежде всего пронатальные факторы. Ну вот преклонный возраст отца. На сегодняшний день это не час, не редкая ситуация, да. Особенно, когда родители хотят произвести новые браки и хотят произвести уже в солидном возрасте, произвести наследников. Поэтому вот считается, что мутации в линии мужских половых клеток – вероятная причина большого количества аутизма у детей. Акушерские осложнения, материнские инфекции, но и стресс во время беременности. Конечно, всегда обсуждаются вирусные в первом триместре, бактериальные инфекции во втором триместре беременности. Ну вот исследования, которые проводились на мышах, которые болели гриппом, да, гриппом человека на девятый день беременности произвели потомство с атрофией пирамидальных клеток, изменёнными значениями пирамидальной непирамидной плотности клеток. Стресс матери во втором-третьем триместре беременность считается, что приблизительно почти в 4 раза повышает риск развития аутистических расстройств. Ну вот этот фрагмент подготовлен моими учениками, Климовым и Курьяниным, с которыми мы работаем и создавали национальную программу по витамину D. И они делали фрагмент этого доклада как раз на конференции, которую проводила Екатерина Минь. И вот обратите внимание, коллеги, думаю, что то, что мы с вас увлекли витамином D, да, позволит всё-таки снизить риск вот этих расстройств, да, если наши дети будут иметь нормальный статус. Ну вот масса работ, которые показали о том, что витамин D влияет не только на снижение риска вирусных инфекций, но недостаток витамина D может модулировать, усиливать эффекты других факторов риска развития аутизма. В настоящее время на моделях животных было проведено, когда воспроизводили фенотипы, имеющие отношение к аутистическим расстройствам, было доказано, в общем-то, влияние витамина D как раз тоже в аутистических расстройствах. Ну вот исследования МРТ головного мозга показали, что у детей с аутистическими расстройствами от рождения до года они имели аномально большие объёмы головного мозга по сравнению с детьми в группе контроля. Ну и увеличение объёма мозга было связано с увеличением серого вещества, увеличенным боковыми желудочками. На клеточном уровне расширение мозга у детей с аутизмом было связано с избыточным числом нейронов, профронтальной и дорзолатеральной профронтальной кореи. Ну и, в общем-то, эти данные предполагают изменение пролиферации, дифференцировки клеток при аутизме. Ну и исследования с помощью МРТ показали, что дети с расстройством аутистического спектра при рождении имели вот такую большую голову, но и добавление. Коллеги, у нас сейчас самая большая проблема, мы не знаем, каков уровень витамина D у новорождённых. Исследования, которые провела Ирина Ивановна Рюмина у новорождённых, показали, что средний уровень витамина D при рождении – 11. Исследования, которые провели в Ставрополе, показали 9,4. Исследования в Санкт-Петербурге – 8,20. Почему, коллеги, север, да, а 20? А потому что там работает профессор Заверская, которая давно заставила всех акушерово-гинекологов назначать беременным женщинам 2000 единиц витамина D. У нас нет. На сегодняшний день мы обратились к профессору Одинским, мы обратились к профессору Зазерской, Мальцеву из Казани, и также к Центру Сухих, к самому Сухих. Давайте мы сделаем совместные рекомендации по ведению беременных и детей, потому что мы неразрывно с ними связаны, потому что существуют разные рекомендации. Витамин D надо давать беременным хотя бы 2000, как небеременным. Есть работа 4000, для этого надо изучать. Поэтому я сегодня как раз звонила профессору Зубкову из Центра Сухиха, сказала, давайте мы всё-таки запланируем с вами работу. И сделаем, чтобы одновременно женщины по сезонам, хотя бы на уровне Москвы, дети рождённые. А дальше, коллеги, существует уже по кормящим рекомендации, что кормящим 5000. Но я, например, не согласна давать женщинам, кормящим 5000 и не давать детям. Я не уверена, будет ли давать мать, а тогда мы детям не будем давать ничего. Поэтому пусть мать после родов получает сама, а мы детям гарантированно будем давать те две капли, которые ему попадут. Поэтому нужен огромное количество вопросов на эту тему. Поэтому мы предложили нашим замечательным акушерным гинекологам, давайте мы дадим готовый материал нашей нациопрограммы. Вы добавьте туда рекомендации по акушерству, чтобы у нас население получило согласованные рекомендации, и дети наши стали лучше. Потому что никто сейчас не даёт новорождённым витамин Д. Для всех действуют старые рекомендации о том, что надо давать 1000, начиная с месячного возраста. Хотя в нашей нациопрограмме как бы прописано с рождения. Поэтому вы видите, что фактически есть данные о том, что недостаток витамина Д через разные аспекты. Ну вот здесь аспект как раз через кальций, тоже очевидная связь с аутистическими расстройствами. Есть данные о том, что митохондриальные дисфункции, окислительный стресс влияют на развитие аутизма. И здесь тоже роль витамина Д. Внимательно на это почитайте. Внимательно почитайте. Поэтому нам нужны согласованные рекомендации именно по новорождённым. А для этого надо провести хотя бы на уровне Москвы. Потому что наши мои ученики из Ставрополя, Климов и Курьяненова, они как раз сейчас собирают сыворотки по югу России по месяцам. А дальше мы уже посмотрим, ещё север подключится профессор Малявская. Поэтому витамин Д важен. Вы видите его роль не только для иммунитета, для того, чтобы не было нарушений фосфорно-кальциевого обмена, но и для развития мозга и для минимизации риска развития аутизма. Ну и, в общем-то, исследования лабораторных животных показали, что дефицит витамина Д приводит к... То есть витамин Д, который назначен, может устранить симптомы, характерные для аутизма, тревожность, гиперактивность и стереотипия движений. Ну и, в общем-то, есть данные о том, что сезон повышенной рождаемости детей с аутизмом с декабря по апрель, он же согласуется как раз с более высоким дефицитом витамина Д у матери вот эти последние месяцы беременности, ну и, в общем-то, может тоже оказать влияние. Поэтому здесь внимательно почитайте в различных странах сезонность рождения детей с аутизмом, да, ну вот в разных странах по разным, в некоторых этой связи не прослежено. Теперь, уважаемые коллеги, есть работы по связи аутизма с сезонным зачатия ребенка, но тоже отчасти это тоже может быть связано с витамином Д. Поэтому в этом, видите, плане, знаете, недавно проскочило, знаете, как сейчас на WhatsApp иногда пересылают всю помойку. Ну вот точно так же выслали помойку о том, что Майкл Холик, оказывается, из Бона заработал так много денег на витамине Д, да, что чисто это коммерческий проект. Коллеги, знаете, вот когда многие из вас имеют нашу книжечку желтую по витамину Д, вы видите, весь мир занимается витамином Д, да, но можно, извините, все обгадить и в любом случае сказать, что это коммерческий проект. На сегодня Кит нам тоже говорил, что он даже все акции свои отдал, да, для того, чтобы его никогда потом не привязали именно к молоку А2. Поэтому не призываем вас всех пить молоко А2, но лично меня, например, я послушала Кита, впечатлила, и в принципе я подумала о том, что с возрастом очень многие люди все время думают, они вдруг вот те расстройства, которые у меня есть, связаны с тем, что я пью молоко, да. Поэтому я для себя попробовала, думаю, попробую вообще убрать обычное молоко, да, и попробовать вот это все. Ну и тем более, что есть и сметана, и есть кисломолочные продукты, а может быть это действительно поможет. И те исследования, не только те, о которых говорил Кит и профессор Дубинин, они и наши следующие докладчики очень интересные. Я думаю, что вот мне прислали вопрос, да, есть ли доказательная база, вот как наши докладчики следующие будут говорить об этой доказательной базе. Поэтому на самом деле внимательно почитайте как раз с витамином Д, поэтому вот как бы дефицит витамина Д, один из факторов риска развития аутизма. Мы с вами пока обсуждаем масса теорий, да, ни одна не является самой определяющей, но возможно это ключик к решению этих проблем. Ну, я уже говорила о наследственных факторах, и видите, вот мои презентации немножко меняются. То кто-то говорит 90%, кто-то меньше 25%, ну вот целый ряд генетических, хромосомные, да, микроделецы. На сегодняшний день, поскольку открыт уже геном, да, конечно, мы не просто посылаем генетику, а в ряде случаев возможно генетические исследования для подтверждения диагноза. Поэтому, подводя итог, вы видите, что обсуждается нейробиологическая основа аутизма, это и генетика, да, с помощью генетических исследований, нейровизуализации, нейроанатомии, нейрофизиологии, нейрохимии, на уровне нейроиммунологии, нейроэндокринологии, на уровне функциональной организации мозга, ну и в ряде случаев возможно роль диеты и препаратов. Поэтому на сегодняшний день существует много разных гипотез, и вот на сегодняшний день прекрасно нам первые два автора говорили об этих газоморсфинах, да, и возможной роли аутизма. Мне очень понравилось в докладе профессора Дубинина, как он чётко вот очертил вот эту часть, которая связана с глютеном, и мы ведь с вами, дорогие коллеги, нередко автоматом, после того, как мы исключили целиакию на основании антител коневой трансгутаминазии, мы автоматом говорим, убери молоко, да, и убери глютен. Коллеги, а сколько к вам потом пришли мамаши и сказали, а вы знаете, ну, чтобы не мучиться, я тоже среди всех членов семьи убрала на время молоко и глютен, и вы знаете, я столько лет мучилась животом, а у меня живот-то прошёл, да. Поэтому с возрастом, да, то есть эти две теории, мы же понимаем, что не обязательно может быть целиакия, а может быть просто аллергия, или помните про целиакия, последний называется глютенсенситив или ни то ни сё, да, поэтому может быть это глютенсенситив. Дальше гипотеза непереносимости лактозы, ну, я уже говорила про цинк, о том, что у этих пациентов может быть дефицит цинка, связанный с дефицитом фермента, вот это ДППИВ, который расщепляет козеин и глютен. В силу дефицита цинка, святое место пусто, не бывает тогда обязательно увеличивается инкорпорация солей тяжёлых металлов. На сегодняшний день Центр биотической медицины по методу Скального весь сконцентрирован на аутисток, которые едут туда со всей стороны. И, в принципе, профессору Скальному удаётся в ряде случаев по исследованию волос как-то что-то скорректировать, да, если бы не удавалось, они бы к нему не ехали. Но он говорит, что сейчас у него целый центр забит аутистами со всей страны. Ну вот, очень много у них проблем со стороны желудочно-кишечного тракта и кандидоз, вот пониженная секреция пепсина, снижена выработка ферментов за счёт низкой выработки секретин. Есть ещё очень интересная глутаматная теория аутизма. Она принадлежит биохимику Кэтрин Рид. Она живёт в Сан-Франциско, она профессор, но, к сожалению, когда у неё родилась дочь нездоровая, она ушла домой, но и поскольку она её воспитывала, и она решила собрать группу аутистов, она основатель глутаматной теории. Она, 78-75 детей у неё было в группе, у 74-х она исключила глутамат, и оказалось, у неё резко дети улучшилось их состояние. Коллеги, вот она описывает, как свою дочь. Она жила в собственном мире, её действия были повторяющиеся, она проявляла признаки невроза, навязчивых состояний, и начинала истерично кричать, если я её вела по домой, по другой дороге. То есть она поворачивала, требовала, чтобы шли направо, а если поворачивали налево, она начинала орать. Поэтому, по сути, вот вы видите, что убрав только глутамат, отмечено существенное улучшение у этих пациентов. Очень часто нарушение аппетита. И, в общем-то, существует целый ряд теорий на этот счёт. Ну, одна из них связана с тем, что то, что ты не переносишь, плохо на тебя влияет, да, вызывает дискомфорт, поэтому дети отказываются. Поэтому избирательность аппетита – это типичный симптом. Но вот коллеги описывают, что они обожают молоко. То есть, поскольку сегодня говорили об опиоподобном действии молока, то дети могут пить залпом молоко, да. Но в то же время большинство из детей, у них настолько узкий рацион, то есть они могут пить молоко залпом. Коллеги, я видела вот в чистом виде, как кормили аутисты. То есть, ребёнок в 6 утра, утром спустился со второго этажа при мне. Я приехала его через частную компанию. Шестилетний мальчик. Он не разговаривал. У него были все возможности. Ну, вот его игровая комната приблизительно была размером с этим залом, то есть, чего у него там только не было. Было игрушки фантастические, роботы и так далее. Но он в 6-летнем возрасте не говорил. Он не был худым. Основная жалоба родителей была в том, что он ничего не ест. Но первое, что он сделал, когда спустился со второго этажа при мне, он выпил залпом два стакана молока. Дальше, поэтому он не был худым. Дальше он сел за стол. На столе должна быть только такая салфетка, к которой он привык. Если будет другая салфетка лежать на его месте, он есть не будет. Дальше тарелка только такая, к которой он привык. С правой стороны должно было лежать яйцо на маленькой тарелочке. С левой стороны пучок лука. Он его ел. Но очень скудный набор продуктов. Должна была приготовлена пачка печенья, закрытая. Из открытой пачки он есть никогда не будет. То есть вот во всём ритуал это типично для ребёнка-аутиста. То есть помимо избирательности его, собственно, рациона, ещё вот такая стереотипия самого вот этого процесса кормления. Поэтому они боятся пробовать продукты. То есть вот вы видите, то есть конкретная текстура, цвет, форма упаковки, бренда, другой он просто есть не будет. Поэтому избирательность в еде, ну и при этом большинство из детей едят, конечно, молоко и хлеб. Коллеги, ну здесь мы можем встретиться с другой ситуацией. У него может быть настоящая аллергия к молоку, да, аллергия. При этом молоко вызывает у него боль, у него может быть отказ от молока. То есть мы говорим, да, то есть такой вариант сочетания тоже может быть. Он не может попробовать новую еду, ну и, конечно, у него неприятные могут быть ощущения со вкусом, запахом и другого продукта. Поэтому селективность в отношении пищи наблюдается у детей до того момента, как им поставлен этот диагноз. Поэтому вот как бы основные моменты, да, страх перед новизной, типичен для этих пациентов ограниченное предпочтение в пищевых продуктах. Ну, еще все это я уже рассказывала, поэтому... Ну вот, коллеги, обратите внимание, нашли очень интересное письмо взрослого человека с аутизмом. Консервированная спаржа была невыносимой слизистой текстурой. Я не ел помидоры в течение года после того, как томат черри лопнул у меня во рту, пока его я ел. То есть он это бедный запомнил. Маленький помидорик черри. Ощущения, что этот маленький овощ взорвался у меня во рту, были слишком сильны и ненавыносимы, и я больше не собирался рисковать этим. Морковь-зеленый салат, сельдерей в салате из тунца по-прежнему невыносимы из-за контраста текстуры между морковью или сельдереем. Да? Но мне не нравится есть... Но мне нравится есть сельдерей и морковь только отдельно. То есть у него есть неприятные ощущения, к которым, в общем-то, надо на них обратить внимание. Ну, некоторые пациенты доходят до нервной анорексии, да? Детей могут госпитализировать из-за отказа от еды, но и, в общем-то, при этом это тоже могут быть первым проявлением расстройства аутистического спектра. Поэтому причиной избирательности могут быть вот то, о чём мы сегодня говорили, то есть может быть за счёт непереносимости, в частности, с опиоподобным действием. Ну и среди этих продуктов, да, ещё могут быть... То есть наоборот, то есть раздражение, эйфория, ажиотация, обострение стереотипов может быть, но и с рядом целых продуктов. Ну вот сегодня уже говорилось о разных теориях, это и воспаление, и повышенная проницаемость, поэтому в ряде случаев это связано не только с отсутствием желания, то есть наоборот с опиоподобным действием, это может быть связано с воспалением, да? И сочетание с аллергией тоже может быть. Ну вот аномальный рост бактерий на сегодняшний день, грибковое поражение, гипохлорогидрия, снижение активности дисахаридазма, алиабсорбция углеводов, ну а также пищевая непереносимость. Ну и на сегодняшний день активно отрабатывается идея кишечника мозга при аутизме, и большое внимание уделяется именно кишечным микробиотам. Ну я вот в своё время слышала несколько докладов на ту тему, какие же пробиотики можно давать, слышала доклад в Италии на тему бактероидов, очень долго искала для своих пациентов-аутистов, какие же бактероиды можно дать. Препаратов я не нашла, видно, были экспериментальные. Но на самом деле, если вы в интернете забьёте строку пробиотики без делоктата, потому что, вот опять же, в кефире присутствует делоктат, да, поэтому и у вас тут же выскочат те пробиотики, которые можно давать аутистам. Поэтому их в России нет, да, поэтому первый пишите пробиотик без делоктата. Мои пациенты мне прислали вот эти пробиотики, те с аутистом, которые живут в Швейцарии, их принимают. Поэтому там достаточно флакончик, хватает его на два месяца, поэтому вот они едят специальные комплексы пробиотиков без делоктата. Ну вот обсуждается теория воспаления, повышенной проницаемости, обсуждается роль определённых микроорганизмов, в частности, например, увеличение клостриди, да, сутерелла, руминококков, то есть вот обсуждается теория нарушения микробиоты. Ну вот здесь как раз на этом слайде показана роль клостриди клостриди, через воспаление, через цитокиновый каскад, вы видите уже формирование каких-то проблем, которые связаны именно с этим проблемой. На сегодняшний день отрабатывается диета без казеина, вот сегодня о чём мы говорили, диета без глютена, есть ещё кетогенная диета, которая тоже обсуждается у этих пациентов. Поэтому на самом деле кетогенная диета впервые, она была опробирована для лечения резистентной формы эпилепсии ещё с 20-х годов прошлого столетия, то есть это диета с высоким потреблением жиров, да, ну и вот в настоящее время диетологи её тоже очень хорошо знают, и в нашей стране тоже эта идея, и диета отрабатывается, и знают даже, защищаются диссертационные работы. Вот, и поэтому внимательно почитайте вот про эту кетогенную диету. Поэтому считается, что эта диета, она тоже оказывает такой нейропротективный эффект, и, в общем-то, исследования на животных моделях и клинических эффектах, она тоже подтверждается. Ну и диета без казеина, которая сегодня обсуждалась, и диета без глютена тоже внимательно почитайте. В ряде случаев у этих пациентов есть дефицит витаминов группы В, дефицит витамина С, дефицит витамина А и Д, недостаточность микроэлементов, опять это обсуждали, или дисбаланс. Ну и вот прогноз. Прогноз, который даёт ВОЗ, я нашла в работе профессора Симашкова, психиатра, о том, что при разных формах прогноз разный. Понятно, что причины разные, да? И, в общем-то, вовремя на поставленный диагноз с помощью педиатра, который вовремя обратит внимание на это, потому что родители ведь слышать не хотят. Вот. У 70% может быть стабильное терапевтическое улучшение, в 10% больные полностью восстанавливаются. Я находила цифры повыше 25%, до 20% больных с тяжёлыми формами, да, имеют неблагоприятный исход. Поэтому они все разные. Спасибо за внимание.